Доброе утро! Ну а мне очень хочется поблагодарить наших партнеров проекта. Ну и спешу сообщить о том, что в здании Саха-Цирка в кассе уже находятся билеты в продаже. Спешите, покупайте. Ну сейчас я хочу представить нашего гостя, участника телепроекта «Две звезды» Аяла Лазарева. Доброе утро! Доброе утро! Ну, наверное, сейчас зрители, подключившиеся к нам на канал, увидели вас и, наверное, задумывались, а я уже вроде бы спортсмен, или он все-таки певец, принимаешь участие в песенном конкурсе. Какое место занимает песня в твоей жизни, Аяла? Ну, песни как таковой определенной у меня нету, это все по настроению. Ну вот музыка, она помогает иногда собраться, особенно на соревнованиях или на тренировках. Когда человеку надо собраться, настроиться, какие-то ритмичные, хорошие, заводящие музыки, она достаточно быстро приводит в тонус. А во время, наверное, тренировок без музыки не обходится, да? Нет, обходится, в основном тренировки так и обходятся, но просто перед тренировкой или особенно во время соревнований, когда атмосфера совсем другая, напряженная, какую-то музыку слушаешь в наушниках, и тогда уже немножко раздражает обстановку и по-своему настроит. А каким вы были ребенком в детстве? Чем занимались? Какие кружки посещали? Ну, у меня кружки где-то назвать слишком мягко будет. Это воспитание отцовское, оно учит не бояться сложности. Это самое первое было воспитание, самый основной урок, который нам с братом отец дал и сестренкой. Это, например, мои кружки летом, это сенокосы каждое лето, и каждый день тренировки до учебы, либо после учебы. А с раннего возраста, где-то с 5-6 лет начиная, он меня всегда в 6 часов, в 6.30 будил на зарядку и ходили до детского садика, например, или до начальных классов. А вот напутственные слова родителей, которые служат тебе спутником по жизни, какие? Их достаточно много, благодаря чему, наверное, в нашей семье мой брат и сестренка достаточно успешны в каждой своей сфере. Но самое основное – это дисциплина. Дисциплина – это, прежде всего, залог успеха, это уже планированность, целенаправленность. И, как я сказал, это не бояться трудностей, сложностей, не бояться ступиться, главное – идти вперед. Хорошо, это очень хорошее воспитание, но вот слова родителей, которые служат, наверное, спутниками по жизни, быть таким успешным в жизни. А выбор профессии? Выбор профессии – отец у меня полковник в отставке, мама подполковник в отставке, но по профессии мама учитель физики. Брат пошел в свое время тоже, выбор был между борьбой и карьерой, он выбрал карьеру, и сейчас он является доктором физико-математических наук, защитил он недавно. У меня такой же выбор был между линией МВД, либо спорт, но что-то подказало, что нужно выбирать спорт, потому что у меня это с детства была моя мечта, меня это гложило, меня это постоянно тянуло. И вот, выбрав, я, в принципе, очень даже доволен своим выбором. И я всегда хотел сделать что-то особенное, чего еще до меня никто не делал. И, в принципе, для этого вида спорта и для нашего региона в некотором смысле у меня это получилось. Ну, о том, кто же будет петь в паре в дуэте с Аялом Лазаревым, вы узнаете 7 января, придя в здание Саха-цирка на телепроект «Две звезды». Айала, спасибо, что ты провел это утро вместе с нами, рассказала о себе нашим телезрителям. Мы желаем тебе удачи на проекте. Спасибо. Ну, а следующая участница нашего проекта – моя коллега, журналист. Она телерадиоведущая, очаровательная моя коллега. Давайте узнаем, кто же она. Она ли родилась для телевидения или телевидение для нее, теперь не имеет значения. Живущая по современному ритму времени, она, Пелагея Буртахова, меняется и всякий раз выглядит по-новому. И чем чаще смотришь ее рождение, начиная от детской программы «Тюнюк» и становления как телевизионщика в программах «Сангай-Ре», «Юрдель», «Новый день», чем чаще разглядываешь ее в передачах, тем труднее подбирать слова. Работа у нее удивительная. Притянув, не отпускает. Почему? Простого объяснения не существует. Вероятно, в эфире время течет по-другому. А каждый день, прожитый вместе с телезрителем и любимым делом, это уже целая жизнь, от которой хочется петь. В паре с ней в телепроекте «Две звезды» 2018 года выступит человек под статьей, полной энергии, вдохновения, звезда якутской эстрады Иннокентий Васильев Легентей. Субтитры создавал DimaTorzok Я рада представить вам очаровательных родных сестер, талантливых девушек Юлиану Кривошапкину и Анжелику Кириллину. Анжелика Кириллина у нас является дизайнером-модельером. Это младшая сестра. Да, родная сестра. У нее свое направление, якутбоха стайл. И Юлиану, наверное, все знают как виртуоза-хамоксиста мира, как этно-певицу, звезду нашей якутской эстрады. Доброе утро. Доброе утро. Я очень рада, что вы принимаете участие на нашем проекте. Это впервые, когда сестры. У нас брат-сестры уже готовцы были, а тут родные сестры. Спасибо за приглашение. Какими вы были детьми? Расскажите, пожалуйста, всегда ли были творческими? Мы, походу, всегда были творческими детьми. У нас мама Евдокия Петровна Шапкина, она учительница якутского языка и литературы, национальной культуры. И, как мы себя помним, она всегда вела кружки. Около 40 лет уже ведет разные кружки по всем направлениям, чего она только не делала. И учила и шить, и поделки делать, и драм-кружки, и экор-пресс, там, кружок, журналистика, и пение, и драм-кружок, и танцы. Даже танцы учила. Да. Ну вот сейчас мы видим, как Юлиана принимала участие на нашем телепроекте в первый раз в 2011 году, и второй раз она принимала уже в 2014 году, на пятом юбилейном телесезоне. А в этот раз ты у нас участвуешь уже в третий раз. Вот. Ну, давайте вернемся к детству, да? Все-таки все начинается же с детства. Да. Вот я знаю, что, Юлиана, ты рисованием занималась. А... Да. Анжелика? На самом деле модельером хотела стать. Я? Она даже готовилась. Да, я уже поступать в художественное училище прилетела, потом сверху судьба так... Распорядилась. Распорядилась. И вот, свела меня так же. Ну, с малых лет я пела сама национальные наши песни «Таюк», народные песни, и на хамусе играла. Ну, вот любовь к культуре национальной была с малых лет. Вот. У нас школа одна из первых национальных школ, и там с восьми часов утра мы делали зарядку. Вместо зарядки пели «Асохай». Танцевали. Да, всей школы. Так мы встречали в новый день. И у каждого класса была своя запевала. У нашего класса была я. У своего класса была я. А Анжелика чем занималась в детстве? Если Юлиана рисовала, то... Ну, вот, меня заставляли так же петь, хотя я особо, как бы, талантом не этого, да? Не пристала. Да. Потом после я перестала, так как сказали, что я немножко порчу. У нас трио было с одноклассницами. Хорошо. А выбор профессии, вот, когда ты поняла, что хочешь быть дизайнером, именно моделером? Это у меня только после студенчества. Ну, получается, я... Первое образование у меня медицинское. И пока я там училась, я поняла, что я человек творческий, что я хочу стать дизайнером. Но я хотела стать дизайнером интерьера. Вот что. Ага. На самом деле, да. Я прям даже готовилась, копила деньги, чтобы поступить на московский, который филиал, до сих пор есть, да? В то время только единственное заведение было дизайнерское. Вот. И потом, по ходу, вот, поняла, что вот, ну, перед собой я видела уже готовые коллекции, там уже мечтала. Но на сегодняшний день уже являешься успешным, известным дизайнером-моделером. А какая же песня будет звучать на телепроекте? Песня будет о матери, о нашей маме. О матери, которая учить, учительница, учит родному языку всех детей. Я думаю, это будет очень душевная, искренняя песня. Спасибо вам, что сегодня пришли к нам утром в студию, рассказали о своем участии нашим зрителям. И желаю вам успеха, свечного выступления 7 января в здании Саха-Цирка. Ну, а мы с вами встретимся завтра в это же время, в этой же программе. И 7 января ждем вас на телепроекте «Двизь из ды». «Двизь из дырки»